Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Уважаемые телезрители, ассаляму алейкум! Мы рады вас приветствовать, вы смотрите передачу «По душам». Тема нашей сегодняшней передачи будет связана с детьми. Удавалось ли вам видеть или наблюдать, когда ребенок обманывает? Даже среди своих детей или среди детей-родственников такое иногда случается. В чем же причина такого поведения? И самое главное, как это исправить? Как искоренить эту ситуацию? Оставайтесь с нами. Детская ложь в современном мире встречается достаточно часто. Иногда родители жалуются, они говорят, но в чем проблема, почему так с моим ребенком происходит? Я вроде бы все правильно делаю, и время уделяю, и все ему даю, и заботу, и любовь ему даю. Что же ему не хватает? Но психологи утверждают, что ложь в этом возрасте – это, скорее всего, не сама проблема, а является следствием определенной проблемы у ребенка. А их у него может быть множество. И вот некоторые из них. Ребенок решает обмануть, потому что в его детском мозгу срабатывает щелчок, что так он может выйти из сложившейся ситуации. Получается, он таким образом решает свою проблему. Чувство совести или вины формируется ближе к подростковому возрасту, и если взрослый не подскажет и не воспитывает маленького ребенка, что это плохо, он может этого и не понять. Первая и самая основная причина такого поведения – это страх наказания. Иногда дети боятся, что их очень сильно наругают, из-за этого они скрывают правду. Например, ребенок запачкал свои брюки на улице, приходя домой, их спрятал. И родители спрашивают у него, например, говорят, «Ну а где твои брюки?» Он говорит, «Не знаю». Такое поведение часто встречается в семьях, где сильно ругают детей или даже физически наказывают. Обычно, когда ребенок боится, что его наругают, он на самом деле боится ваших сильных эмоций. Это происходит особенно тогда, когда он чувствует, что провинился, или ему кажется, что вы его сильно наругаете. В некоторых ситуациях он был бы и рад сказать вам правду, но глядя вам в глаза и замечая ваше плохое настроение, он делает выбор в сторону лжи. Ему кажется, так будет лучше для всех. Ребенок четко фиксирует ваше настроение и уже с маленького возраста знает, что вам нравится, а что нет. Вторая по значимости причина – это страх разочаровать родителей. Иногда бывают такие семьи, где родители очень требовательны к ребенку, особенно в вопросах учебы. Им кажется, что успешный человек только тот, кто очень хорошо учится, постоянно у него должны быть пятерки и так далее. Если ребенок получил, например, двойку или низкую оценку, он предпочитает потерять дневник, нежели разочаровать родителей. Боязнь разочаровать родителей связана с чувством принятия наших детей. Чем больше мы привязываем нашу любовь к его учебе, например, или хорошему поведению, тем больше он чувствует, что сам по себе он не представляет для нас никакую ценность. Например, если вы его обнимаете или одобряете только тогда, когда он получает пятерку, он чувствует, что вам нужны его оценки, а не он сам. Лучше всего обнимать и проявлять свою любовь всегда, вне зависимости от оценок. Тогда у вашего ребенка формируется устойчивое чувство привязанности к вам и всей вашей семье. Третье – это желание привлечь к себе внимание. Иногда в семьях, где родители с утра до вечера на работе или братья и сестры, допустим, не уделяют внимания младшему братишке, то он более склонен обманывать для того, чтобы привлечь к себе внимание. Привлечение внимания – это естественная потребность ребенка, так как через это он хочет почувствовать, что он вам нужен. Он как бы по-своему проверяет, а нужен ли я своим родителям? Интересно, если я сделаю так, они заметят это? А будет ли для них это интересным? Чтобы не доводить ситуацию до лжи, желательно заразина дать ему понять и показать, что он вам нужен. Например, обнимите его или улыбнитесь ему просто так, ни за что. Следующая причина – иногда дети повторяют поведение родителей. Взрослые иногда не замечают, как они сами где-то обманывают или недоговаривают, или, например, говорят ребенку своему «скажи, что меня нет дома», тем самым дают ему пример так себя вести. Иногда мы, взрослые, живем так, как будто только наши проблемы важны, будто то, что волнует нас, сейчас является самым главным на свете. И в такие моменты мы не замечаем наших детей, которые за всем, что происходит, внимательно наблюдают. Что самое интересное, они во всем стараются копировать нас – где-то из хорошего, а где-то из плохого. И вправду говорят, что характер человека уже проявляется в детстве, и немалую роль в этом играют непосредственно его родители. Поэтому желательно уже с самого начала семейной жизни стараться вести себя так, как бы вы хотели, чтобы ваш ребенок вас запомнил. Ведь детские воспоминания и образы – впечатления самые сильные. Порой даже взрослые люди в стрессовой ситуации вспоминают свое детство и где-то неосознанно делают то, что делали его родители. Пятое – это фантазии и хвастовство. Иногда дети, когда изучают окружающий их мир, они любят фантазировать, что-то придумывать, насчет, например, инопланетных каких-то существ, или роботов, машин, кукол и так далее. И тогда родители паникуют – вот у нас ребенок вруном растет, а на самом деле их ребенок просто так изучает окружающий мир. Иногда родители волнуются, если их ребенок не такой, как все. Например, если в семье все общительные, а он любит играть в тихие игры. Или наоборот, когда родители очень спокойны и привыкли к определенным темам, а их ребенок очень бурно и активно играет в различные игры. Иногда представляет себя, например, полицейским, иногда космонавтом, иногда любит много фантазировать. Важно учесть, что у каждого ребенка по своей природе формируется особый, только его стиль познания мира. Другими словами, ему легче именно так узнавать все вокруг. Если его поведение не выходит за рамки приличия или дозволенного, то лучше ему в этом не мешать. И последняя причина в нашем списке – это когда ребенок обманывает ради выгоды. Например, мама пообещала пряник или конфетку, если ребенок уберется в комнате. Для того, чтобы получить эту конфету, он обманывает, что он все-таки убрался в этой комнате. В детском возрасте желание получить подарок или какой-либо сюрприз бывает очень сильным. Порой это желание что-нибудь получить затмевает даже страх наказания или порицания. Именно поэтому лучше не привязывать вознаграждение к таким обязанностям ребенком, как чистота, порядок и самодисциплина. Ведь это не подвиг, ребенок и так-то должен это знать, и делать не за что-то, и не за подарок. Для того, чтобы эти навыки стали нормой его поведения, достаточно искренне поблагодарить его, если он все убрал или послушался вас. Это подействует на него лучше всякого подарка, а то получается, как будто мы покупаем его услугу нам помочь. Таким образом, основной причиной того, что ребенок обманывает, является то, что у него глубоко внутри, в душе, есть какая-то неудовлетворенная потребность. И задача родителей в данном случае точно определить, узнать, что ему не хватает, и постараться именно это ему и обеспечить. Иногда родители также спрашивают, говорят, «Но вот я чувствую, что ребенок мне врет или обманывает меня, но я точно в этом не уверена». Как же можно определить по внешности, по его рукам или глазам, каким-то сигналам, что он обманывает или нет? Так вот, оказывается, психологи выделили ряд факторов, по которым можно отличить, ваш ребенок обманывает или нет. Внимание на экран. По следующим признакам можно определить, обманывает ваш ребенок или нет. Рассказывая что-то или отвечая на вопрос, ваш ребенок подносит руки к губам, как бы закрывая ими рот. Психологи объясняют этот жест подсознательной попыткой не выпустить ложь изо рта. Говоря неправду, ребенок старается не смотреть вам в глаза. Часто покашливает во время разговора. Переспрашивает и повторяет заданный вами вопрос. Неосознанно прикасается к носу. Потирает глаза, подбородок или виски. Теребит мочку оха. Почесывает шею или оттягивает воротник. Данные сигналы нельзя воспринимать как стопроцентный. Бывают и исключения. Ребенку самому на самом деле очень не хочется врать, потому что он примерно осознает, что это неодобряемо, это плохо и так далее. Но если он прибегает уже к такому методу, это говорит о том, что внутри у него есть такое чувство, что другого выхода нет. Доверяй, но проверяй, гласит народная мудрость. И проявляя мягкость по отношению к вашему ребенку, вам удастся заглянуть в его внутренний мир, в котором вы вместе с ним нарисуете его красивое и счастливое детство. А с вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok